Всем-всем большой привет! Отобрала я парфюмы и туалетные водички, которые мне понадобятся в октябре месяце. На самом деле с этим роликом я стала тянуть время. Очень сложно снимать ролики о парфюмах. Их нужно вроде как описывать, но не всегда хочется искать ноты или выдумывать какое-то описание. Поэтому легче, конечно, отобрать, пользоваться и ничего не описывать. Давайте я сегодня сделаю совсем немножко, ну просто. Я расскажу, какое отношение я имею к этим ароматам и покажу, что буду использовать. У нас соседи делают ремонт, делают трубы и ползают они мимо нашего окна по стремянке. Поэтому меня это смущает, когда мимо окна второго этажа проползает дяденька с трубой и смотрит на тебя. А ты тут кривляешься перед камерой. То есть как-то не ожидаешь зрителей с тыла. Ну давайте, домашние ароматы. Я для дома выбрала два аромата. Первый из серии коктейль. Вот такой вот он. Это недорогие ароматы. Очень приятные, домашние. Они, конечно, не сильно стойкие, но такие хорошие. И второй кексик. У меня три кексика. Все три мной дико любимые. Единственный тут минус. Это кексик непрозрачный. Нигде не посмотреть, сколько осталось. Плюс сам флакончик тяжелый. Но я чувствую, что там болтается уже жидкость где-то внизу. Кексы это что-то сладкое, домашнее, теплое. Нежное, прям уютное. Я не знаю, как его описывать. Но это аромат, который я перестаю. Если вдыхать, мне хочется его снова нанести. Поэтому флакончики заканчиваются. К сожалению, быстрее, чем хотелось бы. Ну а это мы называем, бывает, также компотиком. Они в чем-то схожи. Только в этом больше, знаете, такого вот чего-то фруктово-сладкого, ванильного. А здесь цветочно-фруктового. Как-то вот так, мне кажется. Следующий аромат. Я бы их отнесла больше к цветочным ароматам. И таким классическим. Которые, ну как можно сказать, нравятся. Мы говорим, нравятся всем. Но скорее большинству, да, наверное, так. Потому что есть те, кто не любит эти ароматы. Это Little Black Dress я выбрала на этот месяц. Это классика Avon. Его очень много любят людей. Даже сейчас Avon выпустил в 100 мл даже флаконах этот аромат. Ну, тут цветы и очень красивый букет, который раскрывается хорошо. От Reflame есть у меня аромат Eclat. Аромат Eclat Femme, кажется так. Наверное, не видно. Его осталось совсем немножко. Я его бы отнесла на уровне Little Black Dress, только от Reflame уже аромат. Он очень красиво звучит. Он красиво раскрывается. Это классика женского аромата, как мне кажется. Он скоро закончится, потому что рука чаще всего у меня тянется именно к нему. Также, ну, просто очень полюбившийся мне аромат. Это тоже от Reflame. Я не помню, как он называется. У него есть полноразмерная версия. И как вот Eclat Femme есть в 15 мл, то вот этот 30. Paradis, кажется, Paradise. Может быть, здесь где-то вы это увидите. Да, вот. Видно, да, тут вверху? По-моему, Paradise. Он называется, этот аромат. Тоже настолько он классический, красивый, женский, цветочный. Я не знаю, к этому аромату не только моя рука, но и рука моей мамы тянется. Поэтому мы вдвоем быстро с ним справимся. И будем, я уверена, скучать по нему. Он достоин быть всегда на полочке. И от Avon тоже уже на донышке. Это In Blue. Да, их один из ароматов ТТА. Тут 30 мл было. Этот цветочный, приятный, красивый, тоже классический такой женственный аромат. Когда не знаете, что нанести, а надо на работу, на выход куда-то. Ну, не на торжественный выход, а в люди, да. То есть не в магазин сбегать, а вот в какие-то инстанции, может быть, в государственные. То этот аромат хорошо будет на вас звучать. Если вам, ну, конечно, бюджетный, мы говорим про бюджетный аромат. Потому что кто любит хорошие, дорогостоящие, ну, конечно, они сейчас, наверное, улыбнулись так на мои слова. Я живу в провинции, поэтому для нас это хорошие ароматы. То, что я вам показываю. Следующие ароматы я называю их одеялками. Это такие тёплые, согревающие, ванильные в чём-то или ягодные, такие красиво раскрывающиеся парфюмчики. Ну, это туалетная вода, я сейчас показываю. Софт маск. Это ванильное такое у неё звучание. Он и как домашний хороший, и на улицу хороший, и в прохладную погоду. Для меня это тёплый, уютный одеялко, батарейка, печечка. Что-то такое прямо очень-очень приятное. Буду активно пользоваться. Я его только начала не так давно. И поэтому он ещё целый. Трекшн Раш только приехал, прямо два дня назад ко мне. Он шёл в Эйвен по бонусу. Настолько красивый флакон. Такое чувство, если вы не видели, вот так треугольник здесь, в эту сторону, в другую треугольник. То есть тут узкая сторона здесь, а здесь тут такое чувство, что был прямоугольник, а его так взяли и крутанули. Очень интересное оформление флакона. В этом аромате есть земляника или клубника. И вот эту ноту сладости моей любимой землянички я чувствую сразу. Мне кажется, здесь даже есть ваниль или жасмин, а потом куда-то в тепло ванили уходит. Может быть, это не ваниль, а сандал. Я не знаю точно. Но вот цветы я чувствую. И хорошо чувствую вот эту земляничку. Это тоже для меня одеялко. Тёплый такой, уютный. И третий аромат тоже из этой серии одеялок. Это фаровый. Я не знаю, как называется именно вот это. Вот с таким бантиком. Тут, наверное, нет. На некоторых флакончиках Хейвен не трудится, чтобы написать точное название. Но это ваниль. Это сладость такая, прямо приятная-приятная. Пользуюсь нечасто. Вот сейчас, думаю, в зиму будет он активнее у меня идти. Следующие три аромата – это из серии «Рука редко тянется». Но первого это не касается. Я бы его отнесла, скорее, между вот этими вот линейками. В общем, это от «Мэри Кэй». Для тебя или как-то вот «Думаю о тебе», «Думая о тебе». Как-то вот так вот он называется. Очень красивое оформление. Тут 30 мл. Я его ношу и дома, и на улице. Даже скорее я его, наверное, вот к инблумбе отнесла. Вот, в ту линейку. Когда, не зная, что нанести, а тебе нужно в люди. Вот, пожалуйста, нанесла и всё. И хватит его на 2-3 часа. И когда вернётесь, вы можете обновить. И он порадует и вас в дороге, и тех, кто будет слышать этот аромат на вас. Давайте чуть-чуть отъедем. Следующий аромат многих удивит. Это «Пурбланка». Это классическая белая. «Пурбланка» просто она у меня в лимитированной версии куплена была. И поэтому крышка немножко другая. И тут типа цветочки. Да, вот тут даже написано «Limited». Да. Я с ней хочу подружиться. Этот аромат, который я и забываю. Рука не тянется. Вот он у меня даже месяц может простоять, и я так его опять не трону. Я хочу его познать, подружиться, раскусить его изюминку. Это вот такая туалетная водичка, которую я до сих пор, хотя имею, пользовалась. Видите, насколько. Но не подружилась. Может быть, это не моё. А может быть, ещё не поняла из-за того количества, которое у меня есть. Что касается вот этого от «Эйвен» «Парижский шик», «Парижен шик», мне он, знаете, скорее это не мой, наверное, аромат. У меня к нему не то, что рука не тянется. Мне не очень нравится, как он на мне звучит. Но я не одна живу, у меня живёт ещё мама, на ней звучит красиво. Поэтому в этом месяце, я думаю, кого-то из нас он будет радовать. Для меня он мне нравится не на запястье, а если, например, на шарфике и на улицу, то тогда неплохо. Но в целом, если бы, например, он у меня закончится, я его покупать не буду. То есть попробовала. Есть то, что мне нравится. А это скорее нет чем-то. И последние три аромата – это ароматы для меня на улицу. Ну, первый, конечно, я могу и дома, но он немножко сложноватый. Это от «Рифлейм». Давайте я покажу название. Я с «Рифлейм» не очень дружу. Плохо знаю их парфюмы. Не знаю, как вам показать-то, чтобы тут не отсвечивало. Не знаю, видно вам тут. Я сама не вижу. Ну, в общем, он насыщенный. Вы знаете, он раскрывается очень красиво, но для дома, для офиса он насыщенный в первый час. Поэтому, скорее, если вы работаете далеко от дома и вам нужно до офиса идти, то вот он хорош. Дома нанесли, прошлись по улице, а потом он как раз раскрылся. И его красота звучания вас радует уже в офисе. Вот скорее так. Но нанести и находиться среди людей, скорее, он будет немножечко первое время душить. Но сам аромат насыщенный, красивый. Такой женственный. Этот аромат для меня только улица. И он очень красивый. Это, как он называется, премьер-люкс, голд-блаж, кажется так. В общем, это вторая версия премьер-люкса. Мне очень нравится этот аромат. Было время, я себя прям готова была им поливать. Ну, как поливать? Один пшик. Вы наносите, и это вы себя полили. Потому что он очень насыщенный. И то количество, которое, ну, где-то у меня вот досюда, я потратила за два года. Ну, за две зимы, как бы так. Поэтому, я думаю, сейчас как раз прохлада. И этот парфюмчик может в полной мере себя показать на улице. И можно пользоваться. И последнее, что я отобрала на этот месяц, это тоже на улицу. Аутспокинг. Бай Фёрджи. Раньше была парфюмерная вода. В таком красивом каплевидном флаконе, темно-фиолетового цвета, у меня был пробник. Этот пробник я просто вылезала полностью. И пока я думала купить или не купить полноразмерную версию, их вывели из каталога. Я не увидела этого. Как бы не успела понять, что он уходит. И когда ушел, все, что у меня осталось, это вот такой спрей. Это парфюмированный спрей. И тут прям 100, наверное, если не больше миллилитров. Он такой огромный. Но вот спрей у меня не пошел так, как тот пробник. И поэтому для меня этот аромат на улицу, он достаточно тяжелый. Даже, мне кажется, унисекс. В нем есть какие-то пряные ноты, такие немножко, типа корицы, что-то такое сложненькое. Кожа, по-моему. Вот что-то такое вот прям тяжеловатенькое. И он может даже как мужской зайти. Ну, мужской легкий. Ну, поношу дома нет, прямо нет. Я наносила его дома несколько раз сама задыхалась. Если у меня мама говорит, что-то нанесла такое, что я прям тяжело дышать. То есть это не домашний оказался для меня аромат. Парфюм так не звучал. Вот спрей потяжелее. Но парфюма у меня нет. Поэтому на улицу попробую поносить, потому что жалко, что он стоит. Пусть работает. Вот такие парфюмы выбрала я в этом месяце. Никаких нот вам не написала, не описала. Но видно, что некоторые у меня идут уже на добивание. Прямо на донышках осталось. Я думаю, в этом месяце они закончатся, возможно. Потому что 30 дней это долго. Может, на следующие оставлю, если не закончится. Потому что парфюмов много. Хочется то, что на донышках, уже их доистратить. Потому что появляются новые. Благодаря вот таким акциям, как Вейвон. У них постоянно есть что-то акционное. И эти парфюмы Вейвон появляются часто в подарок. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, я была полезна. Со мной, надеюсь, было интересно. Всем до новых встреч. И всем пока. Продолжение следует...